Работы признанного мастера, одаренного российского скульптора, заслуженного художника России, заслуженного работника культуры Московской области, члена Союза художников России Елены Безбородовой, конечно же, известной Одинцовцем. В прошлом году ее персональная выставка состоялась в стенах галереи Сосны. На нынешней выставке Елена выступает в несколько иной ипостаси не только художника, но и мамы, разделив выставочное пространство с дочерью, молодой, но известной московской художницей, ныне студенткой Суриковского художественного института Дарьей Шестопаловой. Здесь мы свидетели ситуации, когда родительский пример, атмосфера сформировали личность вне всякого антагонизма к интересам родителей. Елена, будучи виртуозным мастером, уникальным художником, обыкновенное русское чудо, самородок, говорят о ней, создатель произведений, обладающих пластической цельностью, вдохотворенностью, характерными для русского искусства. Свои лучшие качества она сумела передать дочери. Дети – наше основное творчество, наше главное произведение. Слава Богу, она все это восприняла, и не надавливала все это только своим примером. То, что это выставка посвящения дочери, благословение ее на большой путь в большом искусстве, сомневаться не приходится. Здесь многое ради Дарьи, запечатленной матерью сначала в трехмесячном возрасте, потом в трехлетнем. Она же отраковится в работе летом. Вне сомнений, девочка с младых ногтей, пребывая в среде, испытывала влияние тонкого и духовного в высшей степени, о чем говорят самые ранние ученические работы Дарьи. Окончив Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, она начинает обучение в мастерской станковой графике Суриковского института, ярко и смело заявив о себе в художественном мире. В ее активе уже диплом Поволжского отделения Российской академии художеств, диплом Министерства культуры Московской области, участие в десятках выставок в лучших залах Москвы и других городов. Ее афорты, пастели, акварели, работы, выполненные темперой, гуашью, углем, маслом, признание в любви к миру, природе, душе человека и свидетельство перед нами молодой, но состоявшийся художник. Мой путь, конечно, я еще ищу, и мне нравится пробовать разные техники, разные темы, разные материалы, разные жанры, но, конечно, какое-то общее направление, я думаю, уже сформировалось. Каждый человек должен сделать какое-то дело в своей жизни, то есть человеку дается талант, и нужно его реализовать и нести свет. Причина, видно, в детстве, когда родителям нести свет в столь юном возрасте Дарье удается. Причина в родителях, заложивших в ребенке главное, но, говорят, виновницы торжества диктата не было. Сила характера будущего графика с измольства такова, что он и невозможен, признавалась лишь свободная творческая воля изъявления. Сегодня у двух независимых, самобытных и привязанных друг к другу художников Схожие устремления – самореализация в творчестве. Дарьи, как минимум, предстоит закончить институт, это имя мы еще услышим. А Елена занимается воплощением своих многочисленных творческих идей. Сейчас в планах портрет Рахманинова для создающегося вновь музея Сергея Васильевича Рахманинова в Москве. Выставка «Моление о красоте и мире», являющаяся не передачей эстафеты от матери к дочери, но новым стартом в искусстве, открытая в преддверии 21-го дня рождения Дарьи Шестопаловой, подарок ей, Елене и нам, жителям Одинцова, продлится она до 3 июля. Ольга Винтер, Александр Мельханов, телекомпания Одинцова.